Здравствуйте уважаемые друзья. С приближением Олимпиады накаляется и градус вокруг участия российских спортсменов в соревнованиях. И если ситуация с поехавшими спортсменами более-менее ясна, то мнение известных людей из мира спорта не совсем понятно. Своё мнение высказали и определились с позицией по участию или не участию Антон Сихорулидзе, Алексей Немов и многие другие известные лица страны. Заявление некоторых из них вызвало удивление и породило новые споры. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем материале. Ну а чтобы больше людей узнало об этом и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Волонтеры из России так же как и поехавшие спортсмены очень сильно хотят попасть в Париж. Они попросили президента Франции Макрона допустить их на Олимпиаду. Волонтеры написали письмо министру внутренних дел Франции с просьбой снять запрет на выдачу аккредитаций, однако их обращение осталось без ответа. Мы также отправили коллективное письмо президенту Макрону, текст письма практически совпадал с тем, что ранее мы написали министру внутренних дел этой страны. Но и глава Франции нам пока не ответил, сказал российский волонтер. В свою Алексей Немов высказался об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе. У меня не хватает нервов по поводу этой темы. Я тоже выступал в непростой период времени, после распада союза, но был и гимн и флаг, но сегодня я не понимаю, что происходит. Нужно жить, работать, делать все, что мы можем и быть на готове. МОК давно это делает, когда есть серьезная конкуренция, всегда легче проиграть, чем соревноваться, а мы всегда были готовы выступать с сильнейшими. «Мне очень жаль наших спортсменов, главный старт Олимпийские игры утратили свою уникальность». Сейчас это уже подобие, сказал Немов, а вот глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе и вовсе удивил неоднозначным заявлением. Пока вся страна спорит о том, стоил ли участвовать в летней Олимпиаде, он уже готовится к поездке на зимние Олимпийские игры. Конечно, на Олимпиаду шансы не просто остаются, они есть, и мы в это верим. Нейтральные спортсмены могут выступать сейчас, на Олимпиаде 2024 года в Париже. Зимние Олимпийские игры в 2026 году, и до них еще два года. В нынешних условиях, как вы понимаете, два года это целая вечность. Шансы большие, и мы надеемся и готовим команду к Олимпийским играм 2026 года, сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Сихарулидзе. Известный гимнаст Артур Далалаян ответил главе Федерации фигурного катания России и рассказал об отношении к Олимпийским играм и Томасу Баху. Без россиян это менее интересные соревнования. Но эти условия неприемлемы для нас. Условия МОК полностью связывают нам любые действия. Мы поддерживаем нашу страну, а эти санкции абсолютно не обоснованы. Поведение Баха это конечно абсурд. Я уверен, что наша страна способна проводить соревнования на высочайшем уровне. Мы как действующие спортсмены, с нетерпением ждем такие соревнования как игры дружбы. Надеемся, что они пройдут назло всем нашим недоброжелателям, сказал Далалаян. Как вы считаете друзья, стоит ли России участвовать в Олимпийских играх и чью точку зрения вы поддерживаете, поделитесь вашими мнениями в комментариях. Продолжение следует...